Всем привет! Это репортаж на коленке и я Артемий Панченко. Как вы видите, я уже дома. А это значит, пришло время подвести итоги международного турнира по кунг-фу, который проходил в Пекине. Сейчас все узнаете. Хочу напомнить, что с 18 по 20 июля в столице Китая проходил международный турнир-фестиваль кунг-фу, в котором приняли участие спортсмены из 30 стран. Я вместе с российской сборной прожил две недели в пекинской школе шаолинского кунг-фу, наблюдал за тренировками и подготовкой к турниру и запечатлел все самые острые моменты самого состязания. А посмотреть было на что. Кунг-фу – это очень разностороннее боевое искусство. Можно сказать, что оно и боевое, и не боевое одновременно. Есть спортсмены, которые не приемлют контактные спарринги, ну, просто не могут бить людей. В этом случае спорт приобретает элементы гимнастики, танца, шоу и полноценной режиссуры. Силовое кунг-фу – это огромное развитие тела, духа для реальных поединков с кровью, синяками и иногда даже сотрясения мозга. В этом плане можно твердо сказать, что кунг-фу для всех – от мала до велика, от хиппи до диктаторов. Шутка. Конечно, я много езжу в Россию. Я вижу, что в России кунг-фу развивается стремительными темпами, что очень много спортсменов, людей проявляет интерес к этому виду спорта. И на самом деле, если оценивать в мире уровень кунг-фу российских спортсменов, он на самом деле очень высокий. И я надеюсь, что мы будем продолжать сотрудничать, и наша крепкая дружба между Россией и Китаем, между Международной Федерацией Кунг-фу и Федерацией Кунг-фу России, наши отношения будут развиваться и процветать. А теперь к результатам. Во-первых, среди иностранных для Китая делегаций наша была самой большой. Конечно же, мы привезли домой кучу медалей и дипломов. Среди юных кунг-фуистов расклад таков. Алена Астанина заняла третье место в подражательных стилях. Второе место у новоселого Романа. Естественно, у каждого в своей возрастной и весовой категории. В дисциплине Чудзи и Лу – это базовый комплекс – бронзу также взял Тарасов Игорь. В том же комплексе серебро взяла Дрыгина и Елизавета. Белым металлом смогли похвастаться Иванов Кирилл, отлично продемонстрировавший 32 формы чань-цуань. Чань – это длинный цюань-кулак. Данила Лещенко тоже за 32 формы кулака, но уже южного нань-цуань. В кунг-фу с оружием второе место заняли Захар Подаруев с прямым мечом и Рогина Мария с мечами парными. Маленькая Сусова Юсна, единственная в младшей группе, осмелилась продемонстрировать стиль тигра и взяла золото в подражательском стиле. А из Каков Тимур взял серебро в дисциплине с длинным оружием и золото за мастерски отработанный шалинский кулак и 32 формы нань-цуань. Все эти ребята – барнаульцы, между прочим. Юные москвички тоже сделали существенный медальный вклад в нашей сборной. Катя Улеско взяла серебро в чудзи. Григорьева Лиза заняла второе место в тай-дзи с мечом и получила по золотой медали в классическом тай-дзи и тай-дзи с шестом. Печенкина Даша стала второй в шалинской дисциплине и первой в стиле тигра, бадзи и алибарде. Целый букет наград заполучила Таня Лисица. Она взяла серебряную награду в дисциплине с веером и под две золотых в длинных кулаках, парных ножах, а также стала чемпионкой в связанных руках в фан-дзи и другой программе с веером. Может быть результат москвичек не настолько интересен жителям Алтайского края, но тренирует их барнаулиц Вадим Лавлинский, который во взрослой категории сам взял по серебру в бадзи и алибарде и по золоту в шалине и стиле тигра. В старшей группе еще отметились высшими наградами в шалинской программе Ирина и Роман Зайковские, а Михаил Марковский стал победителем в длинном оружии. Это далеко не все достижения нашей команды, но не так интересно слышать имена победителей, сколько наблюдать само действие, а тем более участвовать лично. И сейчас кунг-фу, она продвигается уже не как по философским, как путь к совершенству или высшее достижение мастерства, а уже как вид спорта, и он рассматривается не только в самом Пекине, он рассматривается во всем мире, во многих странах уже, он признанный вид спорта. Хотим ли мы, не хотим, колесо тронулось, и она с места столкнулась, и она будет. И дальнейший путь к кунг-фу, он получит прописку, хотя родом он из Китая, но прописку получит во всем мире. Фестиваль закончен, награды получены, это значит, что пора снова приступать к тренировкам дома. Прожив две недели с ребятами и увидев, чего и в какой срок они смогли добиться, я получил серьезный мотиватор заняться и собственным дзеном, лишь бы не сдрехить. В следующем году турнир пройдет уже у нас, в Москве. По счету он будет пятым, а как вы знаете, круглые даты нам всегда удавалось справлять с размахом. Но в силе наших спортсменов и подавно сомневаться не приходится. Увидимся через неделю.